Братья и сестры, здравствуйте. В области законодательства Российской Федерации происходят иногда очень интересные вещи, свежая вещь. Новость, инициатива одного из членов фракции ЛДПР о том, чтобы разрешить все виды самообороны для человека, на территорию которого, в дом которого ворвались неизвестные, с неизвестными целями. То есть для защиты своей семьи можно брать в руки любое оружие согласно этой инициативе на своей территории. Ты абсолютно свободен защищать себя как можешь и как хочешь. В пику нынешней практики, когда люди, защищая себя, еще оказываются на скаме подсудимых, это очень важная вещь. «Мой дом, моя крепость», там так и говорит этот депутат, который эту законодательную инициативу выдвигает. Посмотрим, как она будет приниматься. А, допустим, президент действующий, Владимир Владимирович, выдвинул ряд таких социальных инициатив не так давно, которые касаются известной русской пословицы «от тюрьмы и сумы не зарекайся». То есть тюрьма – это понятно, это заключение. Сидят ведь не только злодеи, по-всякому сидят. И наша история, отягченная временами карательной, психиатрией, карательной респруденцией, знает, что в тюрьмах сидели всякие люди, не только виновные, всякие. Да и сам Христос в тюрьме посидел некоторое время перед страданием, о чем доктор Гаас напоминал однажды митрополиту Филарету. Что не забывайте Христа, когда говорите о заключенных. А сума – это странничество, бездомность, когда крыши нет над головой, опять-таки, или по твоей глупости, или пропил, прогулял, или прошляпил, как бы, значит, как-то так мне там подпись поставил, там, обманули тебя, или злоба человеческая как-то по-другому, лишила тебе угла и крова, такое тоже часто бывает. И вот президент совершенно в разное время, с небольшим интервалом, выданил две инициативы о том, чтобы бомжей, так называемых, без определенного места жительства, у французов есть такое Сандомисильфикс, СДФ называют их, у них тоже аббревиатура есть по отношению к бездомным, чтобы эти вот бездомные люди, которые гораздо красивее звучат по-французски, люди Сандомисильфикс, чтобы они получали какое-то минимальное денежное воспоминчаствование, были инвентаризированы, так сказать, поставлены на учет, и чтобы их могли лечить и как-то содержать минимально, значит, для поддержания честного достоинства в них, чтобы не воровали, по крайней мере, да, и не протягивали лишнюю руку за милостыни, не унижались, чтобы государство взяло на себя это время. И вторая инициатива, это, значит, по части социализации людей от бывших наказания, что очень велик процент людей, которые возвращаются обратно, отсидел человек, как бы выходит на волю, ни прописки, ни жилья, значит, родственники там есть, нету, отвернулись или там остались, профессия, здоровье подорвано и так далее, приобретенный опыт жизни в криминальном сообществе, тюрьма же не лечит, как правило, никого. Значит, и люди возвращаются обратно, а надо бы, по идее, чтобы они перевоспитались, исправились, сделали анализ, работали над ошибками, и влились в общество с какой-то профессией, с трудовыми навыками и прочее. Для этого тоже нужна помощь, помощь местных администраций, там, помощь федеральной и так далее. Вот такие две инициативы президент выдвинул. И что это значит, дорогие братья и сестры? Это посильная евангелизация общественной жизни. Вот ни больше, ни меньше. Поскольку все эти две вещи поименованы, если они войдут в жизнь, и как худо-бедно начнут работать, худо-бедно, там, идеально ничего не работает в жизни. Вечного двигателя не изобрели и не изобретут. То есть все будет тормозиться обо что-то, где-то ломаться, где-то сбуксовать. Но, в принципе, генеральная линия очень важная. Все это из Евангелия. В Евангелии Господь Иисус Христос говорит, что я был в тюрьме, и вы пришли ко мне. Я был болен, значит, вы посетили меня. Я был наг, голоден, жаждал, голодал или был раздет. Это все касается бомжей и заключенных. Это две уязвимейшие категории нашего населения. Причем разнообразные люди туда попадают. Самые разные. Там ведь можно и академиков встретить, и боевого офицера, и известного какого-то человека, кого хочешь. Это можно найти не только преступника от молодых ногтей. Нет, не только этих отнюдь. Так что это есть некая евангелизация нашей жизни. То есть государство наше в лице главы и гаранта Конституции пытается гуманизировать болезненные сферы нашего общества, чтобы мы выползли из этих, так сказать, постгулаговских времен, когда у каждого можно было найти погибшего на войне и сидевшего в разные годы. То есть сидевших же огромное количество. У нас сидельцы просто какие-то сумасшедшие цифры. Они самые большие в мире, кстати. Больше всего людей на тысячу населения сидит в Америке. То есть бастион демократии славится как раз именно своими такими жесткими законами криминальными. И там тюрьма американская, это не там, где Бревик сидит. Жалуется, что у него интернет плохо работает. Так что мы, повторяю, не первенствуем в этой печальной статистике, но все равно у нас очень много людей сидит и возвращается после первой отсидки обратно, не находит себя на воле. Нужно человеку помочь. Считают президенты, это, конечно, великое дело. Это евангельское дело. И нужно помочь тому, кому больше никто не хочет помогать, который дошел до края своей жизни, доживает, может быть, последние годы на улице. У нас не Рим, не Италия и не Эфиопия. У нас на лавке не поспишь круглый год. Поэтому я вижу великое благо в этих вещах. Я вижу, что под нашими ногами сдвигается почва, но не для того, чтобы разверзнуться и поглотить нас. Нет, слава Богу, а для того, чтобы корабль русской жизни поплыл в нужную сторону, в сторону Христа Спасителя, в сторону Евангелия и гуманизации, евангельской гуманизации больных сторон нашего общественного бытия. Вот познакомьтесь с этим, подумайте, что вы сами об этом думаете. Почитайте Евангелие, 24 главу, Евангелие Матфея, где как раз говорится о бездомных, о сидящих в тюрьме, и где Господь сам говорит, что «я был там, это был я». Милость к этим людям — это милость лично к Иисусу Христу. Об этом мы все узнаем на Страшном суде. Помоги вам Бог, спасайтесь от тюрьмы и сумы, да хранит вас Христос, но не зарекайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok